В ходе совещания были обсуждены вопросы по рациональному применению возможностей молодежи при работе дружинниками. На сегодняшний день от правоохранительных органов пришли заявки на 40 рабочих мест. Специалисты утверждают, что в будущем надобность молодежи лишь возрастет. К тому же заработная плата общественных помощников будет не меньше минимальной заработной платы. Трудоустроиться смогут молодые люди, получившие диплом не позже трех лет назад. К тому же их возраст не должен превышать 29 лет. Практика продлится 6 месяцев. И чтобы в дальнейшем закрепиться на рабочем месте, выпускникам предоставляются равные возможности. Все зависит от желания и стремления. В рамках пилотного проекта новобранцы исполняют роль помощников. Объем и вид работы будут выбирать сами работодатели. Отметим, что по области роль народных дружинников исполняет около 200 добровольцев. Учитывая растущую из года в год преступность, прокуроры признались, что таких помощников еще не хватает в пунктах полиции. Чтобы заполучить практиканов, органы внутренних дел должны направить заявление в отдел занятости. Когда новобранцы поступят, вы вправе сами выбрать для них занятия. Будут они работать в опорных пунктах или будут закреплены за участковыми инспекторами. В прошлом году к охране общественного порядка были привлечены всего 218 человек из числа молодежи. Низкий уровень притока добровольцев чиновники объясняют слабой пропагандой. Ведь многие не знают, что за общественные работы полагается денежное вознаграждение. Всего в 2017 году планируется трудоустроить 1358 практикантов. Алимхан Дюсенгалиф, Ильдар Жунасканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.